Продолжение следует... 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 Невроз, если помните, мы про них уже говорили несколько раз, они состоят в том, что человек не способен осознать и различать свои потребности, мотивы, эмоции, рождается внутриличностный конфликт. А человек функция, он еще и не замечает самого себя, он не замечает своих ощущений, он вот действительно исключительно функционирует, отказывает себе в праве иметь эти эмоции, и мы с вами будем говорить сегодня о том, значит, как этого не допустить. Покажу вам скоро маленькое видео, а пока приведу одну из цитат знаменитой Юлии Борисовны Гиппенрейтер, наверняка слышали, встречали ее книжки, она много пишет о взаимодействии с детьми. Она говорит о том, что непослушание детское, ученическое, да, пожалуй, и непослушание, несогласие, так сказать, в любых человеческих отношениях, это единственное, по ее мнению, что ребенок может противопоставить неправильному взаимодействию с ним. Непослушание, как реакция на неверно построенное взаимодействие. И сейчас я вам покажу пример непослушания, ну и вообще эмоциональных проблем. Истерика в магазине. Субтитры создавал DimaTorzok Это, без сомнения, постановочное видео. Я, к сожалению, не сумела скачать настоящие видео детских истерик в магазине, но если вы, и не только в магазине, по поводу, ребенок не хочет делать уроки, если набрать такой запрос, да, и выбрать видео, вы увидите много подобных, совершенно настоящих видеосюжетов. Скажите, пожалуйста, ну вот какие-то ваши мысли, какие-то ваши наблюдения по поводу этой ситуации. Мальчик хочет сладости, папа их молча откладывает на полку, и ребенок действительно демонстрирует такую классическую истерику. Такая вроде реклама презервативов была, пишет Антон. Да, видимо, да, там почему-то в конце видео замазано, да. Я не присоединяюсь к этому посылу, что не надо иметь детей, да, но мальчик хочет люлей, полагает Ваня. Так, ну, Ваняну реакцию я заметила во время просмотра видео, да, она была достаточно агрессивная. Наверное, подготовку к походу в магазин должна быть, вероятно, с таким мальчиком, да. Как реагирует папа? Давайте. Умница. Они оба игнорируют эмоции друг друга. Папа, хотя внешне выглядит сдержанным мужчиной, да, и вроде как, ну, он там не орет, не дает этот самый подзатыльник, который мне тут артистично показали. Да, тем не менее, у папы совершенно каменное лицо. Мертвая мама, в данный момент этот папа, если вспомнить синдром мертвой матери, он молча перекладывает. Мальчик, конечно, продолжает эти свои эмоции продуцировать, и ситуация эта совершенно, совершенно типичная на самом деле. Так, Алена пишет, я знаю пример, когда в такой реальной ситуации мама легла с ребенком рядом и устроила истерику. Ребенок так обалдел, что прекратил истерику, и они с мамой могли договориться. Больше ни разу в жизни ребенок не закатил истерику. Прекрасный способ подобных вещей мы сегодня коснемся. Есть подобная шутка, что если ваша девушка закатывает вам истерику, зарыдайте ей в ответ. В общем, некая неожиданность, кусается кот, укуси кота в ответ, пишет Женя. Да, у меня был мальчик, помните, я рассказывала, который до такой степени был по гормональным причинам агрессивен, что покусал свою собственную собаку. Некая неожиданность тут могла бы помочь. Это была бы реакция на эмоции ребенка. Здесь чистый мертвый папа, который эмоции во внимание не принял. Мальчик без сомнения, на мой взгляд, привык истериками добиваться своего. И я сразу с вашего разрешения, да и переключение эмоций работает, я с вашего разрешения скажу такую одну маленькую рекомендацию, что вот когда у вас будут ваши дети собственные, и с классами будете работать, а у кого-то уже и есть детишки, очень важно сто раз подумать, да, ну или один раз хорошо, пусть будет подумать, прежде чем сказать нет. И если вы сказали нет, ну или сказали надо, в ответ на истерику не отступать. Потому что иначе истерика, ну вот как условный рефлекс, да, если, допустим, ребенок спокойно попросил, вы сказали нет, потом ребенок поистерил, вы сказали да, подкрепилась истерическая форма выражения своих потребностей. Значит, вот такого рода вещи, если понаблюдать, можно встретить многократно. Так, когда ребенок падает, он часто смотрит на реакцию родителей и готов зарыдать. А если его позвать, иди сюда, пожалею, то он забудет о желании зарыдать и обычно встанет. Это абсолютно верно, о такого рода приемах мы и будем сегодня говорить, потому что в этот момент родитель не мертвый, он услышал эмоцию и принял ее как значимый параметр взаимодействия, да. Это без сомнения так. Значит, смотрите, дело в том, если мы говорим про, буквально вчера сталкивался с таким, действительно нельзя идти на поводу у террористов. Конечно, конечно, на поводу у истерики идти нельзя. Другое дело, что и просто игнорировать истерику, сделать каменное лицо и ничего больше, да, и никакой реакции, это тоже плохой вариант. Он тоже не сработает. Вот. Значит, смотрите. Эмоции во взаимодействии вообще могут доставлять много неприятностей, как мы с вами знаем и по курсу психологии, и по собственным жизням. Эмоции другого человека, они могут быть очень неуместны, они могут быть очень нежеланные и так далее, да. Может, меня саму там эмоции так захватили какие-то свои. И вот во взаимодействии с детьми, я здесь буду говорить про детей, но все это работает и с ровесниками, с девушками, парнями, подчиненными, начальниками, продавцами. Вот некоторые мои однокурсницы, используя такого рода приемы, добивались в магазинах значительных скидок и прочих вещей, да. Ну, то есть, понимание, так сказать, правильное эмоциональное реагирование, оно полезно. Значит, ну все, иду к делу. Большинство взрослых спокойно принимает милые, позитивные, социально приемлемые чувства детей. Ой, ты так любишь братика, как мило, да, ты так хорошо кушаешь. Или там, ой, тебе нравится делать окружающий мир. Нет никаких проблем, когда ребенок радостно, ну, наверное, не слишком радостно в большинстве семей, да, заинтересованно, спокойно, умильно что-то делает. Проблемы возникают, когда чувства, как я здесь сформулировала, не такие сладкие. Например, когда вот эти сиблинговые конфликты, да, пример родительского высказывания. Я не могу вернуть братика Аисту, какие ужасные вещи ты говоришь. Или как это ты хочешь, чтобы малыша не было. Как это ты ненавидишь своего брата. Или как это ты не любишь, когда тебя бабушка целует. Ну, короче говоря, масса вариантов, да. Или ничего подобного, это вкусно, ничего подобного, не жарко, ничего подобного, не долго, да, сиди, терпи. Не говори глупости, это очень важное задание. Ну, вот эти самые видео в интернете, когда ребенок рыдает, это надо, конечно, видеть, я считаю, школьник, выполняет, честно говоря, простейшие задания и кричит, что я не могу, почему первоклассникам столько задают. Знаете, какая часто реакция родителей в этот момент? Во-первых, они снимают видео, видео снимают, а во-вторых, они, извините за слово, ржут. Они не присоединяются там, да, значит, детская эмоция – это нечто мешающее, смешное, унизительное, какое угодно, но не такое, как надо. И вот представим это еще и на себе, на взаимодействии взрослых людей. Допустим, вот такая вот фраза взрослого работающего человека. Ох, устала, говорит там девушка, допустим, да, так хочу побыть сегодня дома, не хочу идти на работу. И вот я вам покажу несколько вариантов, как ее собеседник, взрослый, реагирует на эти ее слова. Вы мне скажете, какие чувства у вас вызывают такие реакции. Первый вариант очень распространенный. Отрицание эмоций, отказом в праве на существование и даже часто укор за плохое настроение. А кто-то из вас в некоторых работах упоминал укор и даже за депрессию. Перестань заниматься глупостями, просто встань, взбодрись и делай, просто улыбнись, да. Не хочешь быть образованным и квалифицированным, будешь звездой трэш-видео и другого шок-контента. Вероятно, в современных временах так. Да, в современное время так. Значит, смотрите, отрицание эмоций. Да перестань ныть, да ну давай улыбнись, ну хватит, да ладно, да брось, да. Еще один вариант реагирования – это советы и нотации. Выброси это из головы. Делай через «не могу», но работать надо, да. Иногда даже лекция. Вот по консультативной практике могу сказать, что многие родители искренне считают себя очень понимающими и хорошими, потому что на ребенка они голос не повышают, не орут. Но они такие занудные нотации читают ребенку в ответ на какие-то маленькие отступления от их идеала, что прям жалко этих детей. Вот та же самая замечательная гиппенрейтор говорит, что родительские слова, родительские воздействия, начинающиеся со слова, ну ты же понимаешь, что и дальше, что образование тебе нужно, ты же понимаешь, что с братиком надо поделиться, ты же понимаешь, что надо есть горячее, это уже нотация. И у ребенка на это будет не лучшая реакция. Может быть, философия в ответ, ну нет, идеальной работы, но все иногда не хотят работать. Ну да, вот такого рода реакция. И сравнение с другими. А вот Дима всегда с удовольствием идет на работу, и поэтому он так много зарабатывает. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, если представить, что вы пожаловались, действительно искренне поделились своим негодованием или нежеланием идти на работу и получили какую-то из этих реакций? Как это скажется на вашем сиюминутном контакте с этим человеком? Что вы почувствуете? Присоединяюсь. Мощная неприязнь. Я так сформулирую. Мощная неприязнь. Почему? Потому что такой человек, он вас не понял. Он реально не понял. Не затруднился. И, конечно, такое происходит сплошь и рядом. Буду рассказывать всяческие примеры. Ну и, наконец, к нашим таким практическим вещам. Я расскажу вам сегодня о системе взаимодействия с детьми, придуманной, разработанной двумя американками. Адель Фабер и Элэйн Мазлиш. Они здесь на фотографиях. Они авторы множества бестселлеров, множества тренингов. Их приемы действительно работают. Я с удовольствием сегодня расскажу, как это использую я, например, с ребенком и племянниками. И не только, но я расскажу про детей, чтобы это было, так сказать, безопасней. Они разработали систему реагирования на эмоции другого человека, которые базируются изначально на двух таких установках. Нужно научиться новому языку реагирования на эмоции и отказаться от учиться от старого, привычного, как правило, унаследованного в результате взаимодействия с прародителями и так далее. Значит, базовая идея состоит в том, что любое чувство, возникающее во взаимодействии, надо признать, не отрицать. Не нужно вот таких вот вещей, типа, знаете как, да брось, да все не так. Вот мой любимый пример из этой истории, он действительно про буллинг. Там девочку пятый или шестой класс, пухленькая, хорошая, способная, тихоня, удобная девочка, умненькая, которую в классе страшно булили, если можно такое так сформулировать, это слово буллингу она подвергалась. Она жаловалась родителям, она жаловалась классной руководительнице, но каждый из этих взрослых ей говорил, ой, ну не выдумывай, не бери в голову, да нет, да нормально, они к тебе относятся, да это была просто шутка, да, вот такое вот отрицание того, что чрезвычайно значимо для девочки. Понятное дело, что у девочки там пошла серьезная симптоматика дальше, да? Не утешать, не надо сразу быстро утешать. Это вообще так по жизни, вот как ни странно. Потому что утешание, оно прерывает на самом деле эту эмоцию, оно не дает ее пережить. И еще оно, на самом деле, когда я быстро кого-то начинаю утешать, оно показывает частенько, что это я не могу перенести негативную эмоцию там своего мужа, своего ребенка, своей подруги, да, кого угодно. Я вот так это отталкиваю, да? Дать им поделиться, не надо там на что-то немедленно переключать. Ой, птичка полетела, как там в анекдоте, ой, смотри, дохлый голод. Где? Вот такого рода вещи, да? Или иди, дам шоколадку. Вот пищей вообще не надо, чтобы не было пищевых проблем. Опять же, мой любимый пример про девочку, я ей уже рассказывала, но уже начала, поэтому не остановлюсь, пока не доскажу, который мама не давала конфет, девочка воровала эти конфеты потихонечку, прятала их под подушку и облизывала эти конфеты, чтобы ей одной шоколадной конфеты хватило дня натрия. У нее чудовищные пищевые расстройства. Дай обниму, это утешение. Смотря... Я, знаете, вот, дай обниму, мне нравится, Саша. Мне нравится, потому что в нем есть понимание того, что человеку плохо. Другое дело, что туда бы еще кое-что добавить, о чем я сейчас расскажу. Вот. Ну, надо правильно поддерживать, правильно запрещать. То, что в терапии сейчас часто называют словом «выровнять». Выровнять это эмоциональное состояние, чтобы не было такой огромной кочки в психической жизни, на которой все спотыкается. И мы идем к примерам, правилам и прямо конкретным вещам, к базовым правилам взаимодействия с ребенком. Начинаются они вот с чего. с того, что главное в любых отношениях, ну, тут пусть будут отношения с ребенком для упрощения, главное – это отношения. Это эмоциональный контекст. И какие бы то ни было сиюминутные выгоды, ситуации, они как бы как на коэффициент умножаются на те отношения, которые уже сложились. Я вот тут педагогический пример приведу. Смотрите, например, учительница, у которой с учениками благополучные отношения, она для них авторитетна, она не агрессивна, не насильственна, да, и в отношениях все в порядке, скажем так. Она делает замечание. Там, Ваня, что в часах ковыряешься, например? И это будет воспринято одним образом. А если это учительница, Ваню, каждый урок, например, «Да, Ваня, Петров там, ты такой-сякой!» Если их отношения постоянно негативные, то замечание про часы может обрасти огромной кучей негатива. Так что главное – это отношения, но другие правила более конкретные. Смотрите, что еще? Многие из этих правил касаются взаимодействия такого прям бытового. Вот пример одной мамочки. Ее четырехлетний ребеночек плакал, потому что у него сломалась сушка. А он хотел целую сушку. Что сделала мамочка? Она не переносит, не может контактировать с горем своего ребенка, с тем, что ребенку плохо. Она сама, вероятно, когда-то очень огоревалась. Она стала заклеивать сушку скотчем, чтобы эта сушка была восстановлена целостной. И, как она говорит, в этот момент я поймала себя на том, что, очевидно, делаю что-то уже не так. Это переносимое горе, сломанная сушка, и это избыточная реакция. И первое правило связано с вот такого рода воздействиями, со сверхвключенными в некотором смысле родителями и сверхпрерывающими эмоции ребенка. Не все вмешательства взрослых необходимы ребенку, и не все полезны. Как вот была реклама, не все йогурты одинаково полезны. Вот аналогично. Не все вмешательства одинаково полезны. И вот тут прямо перечень, когда мы действуем на пользу ребенку или близкому человеку, или там, какому-то взволнованному коллеге. Когда помогаем понять его чувства, для детей это вообще необходимо, такое некое отзеркаливание. Ты злишься, ты обижен, тебе нравится. То есть языку эмоций ребенок учится от значимых взрослых. Когда мы позволяем выразить эту эмоцию. Когда ограничиваем его не в выражении эмоций, а в действиях, продиктованных этими эмоциями, это классический психологический пример детки в песочнице, один на другого замахнулся лопаткой. Вот в чем надо ограничить? Не в том, чтобы ребенок злился, а в том, чтобы он вломил другому этой злополучной лопаткой. Кроме того, должна быть позитивная информация, как справиться с ситуацией, как добиться своего. Ну и понятно, признание различий, признание того, что в одних и тех же ситуациях разные люди могут испытывать разные потребности и разные чувства. Значит, смотрите, еще одно правило, оно касается, честно говоря, и не только детей. Дети плохо себя ведут, когда они плохо себя чувствуют. И это чрезвычайно важно. Ни один человек не становится, не приобретает проблемное поведение просто так, на пустом месте. Ни один. Даже психопаты не всегда нападают с циркулем на своих одноклассников. Есть некий эмоциональный контекст, есть некое базовое состояние. И дети плохо себя ведут, когда испытывают, понятное дело, негативные эмоции. Например, им скучно. Да? Мне скучно, мне душно. Вот это вот интонация замечательная, знаменитая. Дети в магазинах, дети в поликлиниках. Ну, я вот сразу про поликлинику сказала, и расскажу, не могу, прям этот пример у меня как живой перед глазами. Я повела своих племянников и своего сына в поликлинику. Одному из них надо было сделать прививку, а другие тоже были со мной. Мы подходим к прививочному кабинету. Ну, вы, наверное, представляете. И вот, может быть, что-то помните из своего детства. Там рев стоит чудовищный, там такой рев. Вкровенно говоря, сердце кровью обливается. Девочка лет семи, ей вот следующий заходить. Она рыдает ужасно, ее волочет раздраженная, нормативная бабушка, которая, конечно же, какое там реагирование, какой ребенок себя там плохо чувствует. Никакого признания эмоций. Иди, тебе уже семь лет, да что ты, да вот эти вот все устыжения, да замолчи. Из кабинета в этот момент выходит еще один мальчик, которому сделали прививки. Он заливается слезами, он рыдает, он там, ну, невозможно, он красный, он потный, он зареванный, он там, ему кажется, что он истекает кровью, да. И вот это, наверное, одна из таких ситуаций, когда очень видно, что дети, они входили нормальные, они начали себя вести таким плохим образом, потому что они плохо себя чувствуют. Не потому что они невоспитанные, не потому что они трусы, не потому что, там, я не знаю, они хотят довести бабушку до инфаркта, а потому что здесь, сейчас этому ребенку плохо. Ну и плохое самочувствие, да, это тоже ребенок будет показывать проблемное поведение. Вот педагогический такой момент, если работаете со школьником, увидели, что ваш класс стал там, или ваша группа стала как-то вот это разболтанная, вялая, да, одна из возможных причин, не связанная с педагогом, да, состоит в том, что у них там жажда, духота, там, слишком жарко, допустим, и неоднократно я наблюдала, сейчас в школах есть этот так называемый питьевой режим, если сделать маленькую паузу, дать детишкам подойти к кулеру, набрать воды, но детишки здесь с первого по одиннадцатый класс, я имею в виду, попить воды, приоткрыть окно, работоспособность меняется, правда, вот помните это, когда сами будете работать, и поэтому, если ребенок колотит ногами, да, и истерическую дугу вот эту вот производит, да, надо, конечно, проверить, что у него там с эмоциями и потребностями, я расскажу про приемы, как это делается, третье правило, признавайте чувства всегда, даже если чувства вам очень не нравятся, и есть такая замечательная формулировка «уши слышат, когда позволяют эмоции». Я считаю, что она даже более важна во взрослой жизни, чем во взаимодействии взрослого и ребенка. Вот, допустим, вы руководитель, да, у вас подчинение, там, какие-то люди, да, они вас услышат, только если их эмоции позволяют это сделать. Ваша девушка, там, ваш парень тоже услышит вас, услышит содержание, только если не перекрыт вот этот вот канал какими-то серьезными, сильными переживаниями. И есть такой важный, важнейший, очень важная рекомендация, важная, важнейшая, очень важная, извините за такую лексику, да, если нельзя уменьшить дискомфорт ребенка или взрослого, то хотя бы не ограничивайте его в возможности выразить чувства по этому поводу. это как с психологической травмой. Вот те, например, дети, у которых была утрата родителя, если у них была возможность поделиться, прогоревать, выразить чувства, у них это не становится травмой, это негативный опыт, да, это, конечно, там, жизненная драма, так сказать, но они не травматики или жертвы насилия, то же самое, да, может стать, может не стать травмой, поэтому разрешаем выразить эмоции. И есть еще одно такое правило про ты-я, я-сообщение, ты-сообщение. Вот смотрите, когда говорим о чем-то негативном, ребенку, коллеге, кому угодно, говорим о я, я злюсь. Когда говорим о хорошем, говорим ты, ты хорошо, ну там, ты, допустим, классно приготовил, ты сложил игрушки, да, вот запомните такое правило. Еще одно правило. Все чувства могут быть выражены, некоторые действия должны быть запрещены. Оно очень понятное, я даже там долго не буду на нем останавливаться, но понятно, что если ребенок, например, ваш схватил, ну не знаю, колотушку какую-нибудь и начинает бить посуду, пусть это будет совсем ненормальный ребенок в этом условном примере, надо не кричать ему «перестань злиться!» Ну тут опять есть демонстрация, что сделать. Да, можно установить границу, это желательно, да, только без физических воздействий. Надо запретить ломать, а не запретить злиться. запретить злиться невозможно или испытывать какие-то чувства. И вот есть сразу такой механизм признать чувства, допустим, «ты злишься» и назвать правило «посуду не бьем!» Вот, вот это вот работает. Следующее правило. Правило с описанием. Описание. Описание действий ребенка. Описание как некая обратная связь. Описание вместо пространных монологов. Причем описание желательно сделать коротким таким, кратким. Мы описываем те действия ребенка, которые хотим закрепить. Это некое позитивное подкрепление, подкрепление вниманием, да. И еще желательно, смотрите, как, где можно предложение заменить на словосочетание, где можно словосочетание заменить на слово, причем желательно на существительное, а не на глагол. Например, вот это классическое, говорят, что с точки зрения русского языка даже не существует такого наклонения или что это, которое, слово, которое учителя говорят ученикам, стоящим у двери. Проходим, проходим в класс. Так, ну, лучше, например, произнести слово «звонок». И уж, конечно, гораздо лучше сказать про пластилин, размазанный на столе, показать пальцем и сказать пластилин, чем говорить долгую нотацию. Посмотри, ты лепил, а пластилин остался на столе, ну, сколько можно, пластилина не надо, давай-ка его очисти. На пластилин есть реакция в виде действия. Ой, уберу, я сейчас расскажу эти примеры, да. Да. Это воспринимается. Вы считаете, что пассивная агрессия? Наверное, зависит от интонации. Если это должно быть именно констатирующим таким описанием, конечно, если я презрительна или гревна, пластилин, то это, в этом будет агрессия, и даже я бы сказала, что не пассивная. Вы думаете? Нет, там в ситуации, ну, короче говоря, попробуйте, я еще расскажу пример, я просто... Правила, дальше правила. убирайся с собой, например. Да, да. Подсказываем желательный образец поведения. Опять же, меняем на нотацию, на... меняем нотацию на желаемое действие. Например, ты пролил воду, где тряпка, вместо каких-то там пререканий по поводу этой воды. Я рассчитываю, что ты сможешь без грубости сказать вместо наказания там какого-то, да, и крика. И смотрите, что еще тут в правилах. Действовать надо по отношению к ребенку неоскорбительно. Это никогда не должно быть каким-то унизительным воздействием, обзывающимся, да. И если взрослый очень злится, то надо назвать свои чувства, возможно, даже очень громко. Я расскажу вам примерчики про это, но не про ребенка. Так, еще немножечко правил и потом конкретные приемы. Смотрите, про вот это вот сравнение детей между собой для похвалы или для порицания. Все уже оделись, а ты еще не одет. Все уже доели, а ты еще копаешься, да. Очень важное правило такого конструктивного эмоционального взаимодействия состоит в том, что сравнивать ни для плохого, ни для хорошего нельзя. Нельзя в классах, ни в коем случае это может спровоцировать буллинг и многочисленные конфликты. Нельзя в воспитании, там, старшего с младшим, там, кого угодно, с кем угодно. Проигравший злится, да, на того, кого ему привели в пример и вряд ли последует этому позитивному примеру. А выигравший становится зависимы, серьезно, от оценки взрослого. И рекомендация состоит в том, правило даже, скажем так, состоит в том, что то, что вы хотите сказать одному конкретному ребенку, коллеге, там, другу, кому угодно, надо говорить, не привлекая для сравнения никаких других людей, да. Ты готов садиться? Ты уже, там, доел? Да, вот такого рода вещи. Еще одно, связанное со сравнением. Смотрите, дети способны дойти до такого, если их несколько, ну, до пересчета, например, количество зеленых, ну, вот горошков, зеленых горошин в тарелках у себя и сиблинга, чтобы показать родителю или, там, воспитателю, учителю, что он несправедлив. И когда дети начинают втягивать вас или коллеги в спор по типу, а вы ему столько платите, а мне столько, а у меня столько горошин, а у него столько, да, вот такие, такого рода войны и сравнения, смотрите, не надо уравнивать, вряд ли найдутся два человека, которым нужен одинаковый набор, там, чего-то, одинаковое количество горошин или одинаковое количество внимания, например, да. Вместо этого адресуем ребенку персональный вопрос, например, тебе дать еще вот этого, ты хочешь вот это, да, то есть не пытаясь уравнять его с какими-то ни было другими существами. И последнее правило, а дальше приема, последнее правило, как раз сформулированное этими замечательными Фабер и Мазлиш, сейчас его настолько растиражировали, многие приписывают его себе, на самом деле это их авторство принадлежит высказывание, вы наверняка его уже слышали, что в воспитании и во взаимодействии, как в самолете, сначала спасательную маску на себя, потом на ребенка. Смысл состоит в том, что если взрослый раздражен, переутомлен, разгневан, то вряд ли он сможет по крайней мере длительно и стабильно взаимодействовать с ребенком так, чтобы не нанести ему вреда. Он превратится или в мертвую маму, или в постоянного такого какого-то абьюзера и так далее. У него вариантов-то очень немного хороших, в основном исключительно плохие. Либо это вот такой выжатый до конца родитель, который быстро умирает, серьезно болеет или в своей жизни не проживает, а потом от ребенка требует какой-то сдачи, когда ребенок уже вырос, появляется пожертвовавшая всем мама или папа, кто угодно, который пытается получить по счетам. Так сказать, да? И вот поэтому еще одно очень важное правило взаимодействия эмоционального с детьми, да и со взрослыми, состоит в том, что если вы чувствуете, что у вас нету сил, что вы выжатые, и вообще, что вам плоховато, хотя бы несколько минут надо уделить себе, хотя бы две минуты. Сколько возможно? Побыть в тишине, уединиться, да, каждому там что-то свое нужно, выпить чашечку чая, короче говоря, заботиться о себе. Ну и теперь рассказываю про инструменты и каковы они в действии. Первый инструмент, самый главный инструмент, и, по сути говоря, освоив его, человек проделывает уже огромный прогресс в эмоциональном взаимодействии, это признание чувств, признание чувств, которые испытывает ребенок, который, допустим, говорит, не хочу делать домашнее задание, или эта задача такая сложная, или еще какие-то подобные вещи. Вот в этот момент задача взрослого внимательно направиться, так сказать, на ребенка, постараться понять, что он в этот момент чувствует, что он на самом деле испытывает, и озвучить эту эмоцию. Я сейчас сразу расскажу вам первый пример про моего племянника старшего, который учится в математической школе, у них огромное количество домашних заданий, естественно, он, там, это первый или второй класс, порой, скажем так, раздражался по поводу великого объема домашнего задания. Вот он устал, и после школы ходит, ругается, фу, еще уроки, ненавижу уроки, не буду я делать уроки. Я пробую признание чувств и говорю, еще бы, шесть уроков в школе, еще столько домашки. Да, ну я как бы отзеркаливаю его эмоцию. Знаете, что он дальше говорит? Это на самом деле просто чудесно. Он, сначала он продолжает генерировать тоже эмоцию, да вообще, да ужас, там по математике два листа, и по русскому там пять заданий. И прямо вот следующее предложение. Ну ладно, математику я там быстро сделаю. И идет делать. Признание чувств чудесная вещь. Смотрите, я еще сейчас вам еще один примерчик хочу про это самое признание чувств. Ну давайте про зубы. Про зубы. Моему среднему племяннику, в тот момент ему было шесть лет, нужно было идти к стоматологу и лечить зуб. Он уже знал, что это такое. Он волновался, нервничал. И он мне говорит, Саш, я боюсь идти, я боюсь делать укол, там так страшно, там такая большая иголка. Я говорю, ну насколько я его очень понимаю, я абсолютно разделяю эти страхи. Я говорю, ты боишься укола? Он говорит, да. Я говорю, это еще один инструмент, мы его чуть позже там с вами используем, но уже назову его. Это как бы дать, ну дать понарошку нечто, да. Я говорю, вот бы эта иголка была не такая большая. Он говорит, да, вот бы она была маленькая. Вот бы она была маленькая, вот бы она была маленькая. Ну я буду представлять, что она маленькая. Так начинает бродить, бродить по квартире. Говорит, ну я возьму еще с собой мистера ушастика, так зовут его любимого медвежонка, и буду представлять, что иголка маленькая. И надо сказать, этот визит к стоматологу у него прошел отлично. Он представлял, что иголка маленькая, он обнимал своего мистера ушастика, и признание чувств сработало. Оно вообще прекрасно работает. И как психолог я знаю, как оно работает. И вообще во взаимодействии, когда вы говорите, например, ну человек там вам, например, говорит, черт подери, как она меня взбесила. Я говорю, боже, представляю, вот реально даже слушать невозможно. Я возвращаю эту эмоцию. Во-первых, человек понял, что вы его услышали и поняли, и он вам еще много чего расскажет. А как психолог я могу сказать, что признание чувств, например, с подростками вообще бесценно. То есть начинается, например, разговор с того, что, ну не знаю, я поссорилась там с учительницей, да, говорит девочка, подросток. И признание чувства очень скоро, в течение ближайших, наверное, 10 минут ведет к тому, что дальше она рассказывает, что она начала курить электронные сигареты и вообще ей кажется нравится другая девочка, да. То есть признание чувств, оно развивает контакт и этим, пожалуйста, пользуйтесь. Но! Есть еще одно, один момент, есть но, не используйте но, потому что есть великий соблазн. Допустим, тот же самый мой племянник говорит, черт возьми, ненавижу, как много уроков, я устал. Я говорю, да, я понимаю, так много задали, но ты же знаешь, что надо сделать. И вот все, но отнимает драгоценное понимание. Я вам уже когда-то приводила пример мой любимейший. Я тебя люблю, но мне с тобой тяжело, или мне с тобой тяжело, но я тебя люблю. То, что после но, обесценивает то, что до, но. Поэтому но не используем. Но отнимает драгоценное понимание. Вместо но, вместо но, лучше использовать формулировки типа «хотя» или «дело в том», они вот какие-то другие, они работают иначе. Еще про признание чувств. Умение слушать, бесценный дар. Вот вам прекрасно, это пустынная лисичка. Значит, с признанием чувств обязательно потренируйтесь. Кстати, это делает сразу и мужчину невероятно привлекательным, и женщину, и кого угодно. Значит, есть вариант не обязательно озвучивать чувства словами. Признать почти молча, как это называют в психологии. Вот эти вот междометия, угуканья. «ммм, ой, вот какие-то такие вещи». Или мимикой, просто сочувственно кивать там, да, или улыбнуться. Не обязательно использовать слова, если вы не можете в данный момент или не хотите сформулировать. Еще один способ прекрасно работает с детьми и подростками. Ребенок чего-то там бушует, рассказывает, как все плохо. Вы это записываете и потом прочитываете ему. Например, и так, я записала, «ты ненавидишь, когда малыш подползает к тебе и разрушает твою постройку из лего». На детей это обладает вообще вот просто совершенно прекрасным воздействием. Да ладно, эта электронная сигарета не такая большая, да и девочка тоже. Вот бы девочка была маленькая. Ваня, я не поняла. Это открытый класс в музыкальном сюжете. Про девочку, которая интересует все равно. А, про... Нет, это-то я поняла, что к этому сюжету. Ну ладно, Вань, потом мне объясните, извините, мне надо два раза и медленно. Значит, признать и записать и зачитать. Это на самом деле великолепный инструмент, тоже великолепный инструмент. А еще один. Признать и предложить нарисовать. Особенно хороший этот инструмент во взаимодействии с детьми с особенностями развития. Когда они, например, гневаются, злятся или что-то не получается, можно дать лист бумаги, карандаш там или что-то и сказать, нарисуй, как тебе. Они могут рвать бумагу, они могут нам что-то нарисовать. Это дает выход чувствам, да? Но самое главное, конечно, состоит в том, чтобы мы признали эти чувства внимательно и почти молча, не используя «но» или отзеркали в словесно. Второй инструмент. Дать понарошку то, что вы не можете дать по-настоящему. Всем вам предстоит без сомнений, разные ситуации, когда вы в магазине с вашим ребенком или с вашей девушкой, и вы можете одно купить, а что-то не купить. Или вы вообще ничего не можете купить. Или если у вас трое детей, вы пришли покупать подарок там, одному из них на день рождения, остальные тоже что-то хотят. Короче говоря, когда... Вот магазин такая яркая ситуация, хотя их на самом деле много. Ребенок чего-то хочет, вы не можете этого дать. Ребенок хочет сейчас этот огромный набор лего. Ребенок хочет остаться дома, не ходить в школу, а вы там против этого. Ваша девушка хочет прямо сейчас уехать с вами отдыхать, но сейчас это невозможно. Суть в том, что объяснять рационально здесь бесполезно. Эмоциональные проблемы любого человека невозможно устранить путем интеллектуальной какой-то работы. их можно чуть-чуть заглушить, но не устранить. И тут срабатывает вот что. Вот это самое понарошку. Вот бы можно было купить все эти наборы. Или вот бы можно было прямо сейчас махнуть туда. Или вот бы эта иголочка была не такая большая, как в случае со стоматологом. А еще один прекрасный инструмент, у кого детишки там... Ну и у вас остальных когда будут, тоже помните. Список пожеланий. Вот ребенок хочет чего-то прямо сейчас. и я, например, говорю, да, я поняла. Ты хочешь, чтобы мы когда-то купили там этот набор? Я записываю к себе. Это изумительно успокаивает. Так, Ваня что-то написал. А что делать, если эти эмоции ребенка сильно касаются тебя и ты с ними категорически не согласен? Например, я считаю, что человек категорически не имеет права требовать того, из-за чего все эмоции. А это... Сейчас я Ване отвечу, а потом Жене. Смотрите, есть еще способы, которых я коснусь чуть позже, но тут все равно будет хоть какой-то конструктивный элемент иметь, если вы признали, что ребенок этого хочет. Я понимаю, что ты там этого хочешь, однако я этого не дам, я категорически против. Все равно нужно признание эмоций, даже если вы не согласны с правомерностью. А это понарошку не может вылиться в травму? Ребенок запомнит, что ты пообещал, но так и не купил, пишет Женя. Смотрите, у детей возникает, как правило, у здорового ребенка возникает такое количество потребностей и пожеланий, что он все просто не запомнит. Во-первых. Во-вторых, если, возможно, вы что-то и купите, часть ребенок забудет, часть так и остается в плане. Если вы понимаете, что он хочет Луну, и вы ее никогда не купите, или хочет там, не знаю, звезду тысячелетия из Лего, или как это там, сокол тысячелетия, да, который стоит какие-то бешеные деньги, да, тогда просто понарошку, вот бы можно было купить все эти наборы, вот бы было здорово, да. Список пожеланий, если есть хоть какая-то вероятность, что вы когда-то это купите, на день рождения, на Новый год и так далее. Вот. Мой любимейший еще инструмент – опишите то, что вы видите, описать то, что вы видите. Все, здесь рассказываю примеры на моем сыночке и двух племянниках. чтобы нечто хорошее закрепить, это хорошее надо описать. Значит, смотрите, мой средний племянник, тогда ему было пять лет, моему сыночку три года. Они были довольно много со мной, племянники, в общем, все трое мальчиков были со мной. Я так их буду называть старший, средний и младший. Значит, они поели, и средний племянник, пятилетка, доел. Я сама не знаю, что на него нашло, но он берет свою тарелку и несет ее к раковине. Раньше он такого не делал. А я как раз с удовольствием читала Фабер Матлиш, вот эти вот книжки, и я с удовольствием описываю его действия. Я говорю, ты несешь свою чашку в раковину. Он, не произнося ни звука, относит свою чашку в раковину, возвращается к столу, забирает свою тарелку и вилку, несет их к раковине. Я, довольно сильно выпучив глаза, внутренне, по крайней мере, ну, наверное, и внешне, поскольку по мне все видно, я говорю, ты несешь свою тарелку и вилку к раковине. Он с невероятно серьезным видом пододвигает стульчик, берет губку, берет там моющее средство и начинает мыть свою посуду, что я тоже с удовольствием описываю. Более того, когда средний домывает свою посуду, аккуратненько ставит ее, мой сыночек, которому тогда три, с очень деловым, серьезным видом, берет свою чашку и тарелку, несет их к раковине. Я тоже это продолжаю описывать. И знаете, несколько ситуаций такого описания позволило мне добиться того, достичь того, добиться какое-то слово насильственное, что они за собой посуду убирают и даже с некоторым удовольствием, иногда и с настоящим, ее моют. Еще один случай. Опишите плохое, для того, чтобы это плохое исчезло. Это ситуация, вспоминая которую, я просто мысленно посылаю миллион поцелуев в Абер и Мазерш, потому что, если бы я не прочитала про этот прием, я не знаю, что бы было. Я довольно могу быть крикливой и вспыльчивой. Значит, трое, сын и два племянника. У них, у школьников каникулы, сыночек мой, еще дошкольник. Я им вытащила большие листы бумаги, много гуаши, много красок и пошла на балкон покурить. Я с удовольствием, медленно, спокойно стою на тебя. Почему-то меня не насторожила тишина в детской, хотя она должна насторожить. Я выхожу к балконе и я вижу, что на выходе из детской вот такой ширины на полу нарисована черная полоса вот так по всему полу. Кругом следы черных рук и ног разноцветных, короче говоря, все в краске, а я только убралась с утра. Понимаете? Мне хочется сказать очень много чего и сделать. На самом деле я просто остолбенела. Вот это количество уборки, краски, оно у меня и там и мое грядущее, предстоящий объем уборки, я в ужасе. Но прочитав Фабер и Мазлиш, я говорю таким, я даже до сих пор помню свой тон, я говорю, я вижу много краски на полу и молчу. старший смотрит на меня и говорит, Саш, это мы, так давай осторожно смотрят на меня и говорят, Саш, это мы ловушку для тебя решили сделать, мы все уберем. Представляете, мне не понадобилось говорить ни единого слова. Я говорю, окей, сейчас я вам дам тряпки и ведра и будете убирать. Ребята, они все убрали, мне не пришлось смешиваться, я только потом постирала эти тряпки и помогла им самим вымыть их ноги и руки, а ведь они там еще и бегали, разносили эту краску по полу. Это до сих пор мой любимейший пример. Мне понадобилось сказать одну фразу, ну еще периодически я потом использовала описание, типа, ой, смотри-ка, ты тут пшикаешь и стираешь тряпкой, это действует очень воодушевляюще. Откровенно говоря, это хорошо работает и с мужьями, и с разными людьми, с учениками. Так, еще один прекрасный прием из серии «Опишите, что видите» это описать прогресс. Я его уже немножко упоминала, когда мы говорили о слабоуспевающих и проблемных учениках. Описать то, что уже сделано. Описать то, что уже сделано. Например, я вижу, ты уже записал условия, и дальше не надо дальше никаких назиданий, человек начнет пытаться предпринимать какие-то действия. Ну и опять же про уборку. Допустим, снова у мальчишек моих каникулы или выходной день, они страшные поклонники Лего, у них бешеное количество Лего абсолютное. И когда после дня с Лего я захожу и говорю, боже, сколько у вас Лего, давайте-ка уберемся, очень хорошо потом срабатывает описание прогресса. Например, я там на две минутки отхожу, возвращаюсь и говорю, о, я вижу, например, человечка вы уже сложили, или книжки вы уже подняли. И вот периодическое описание прогресса, оно способствует продолжению дела. Опишите усилия, это тоже очень важно. Снова на примере мальчишек, значит. Мы идем, подходим уже к дому, а у них было одно время такое вечное соревнование, кто первый добежит до подъезда. У них разница у всех 3-5-7 лет, в два года. Они на перегонки начинают нестись к дому, к подъезду. И мой сыночек, младший, он вообще быстро бегает и спортивный, но он не может обогнать своих спортивных, быстрых братиков, которые на 2 и, соответственно, на 4 года старше. Он бежит, он уже довольно так, почти плаксиво кричит, мама, я первый, я первый, но он не первый, он не первый. Первым бежит старший, вторым средний. И старший, и средний уступать не хотят. Какого черта? Они тоже соревнуются, они и не обязаны, и я к этому никогда не призываю. И, конечно, старший первым добегает, бах, у подъезда, я первый, средний добегает вторым, я второй, мой добегает последним, мама! Я описываю усилия, я говорю, сынок, я видела, как ты бежал, ты бежал, как гепард. И вот, видимо, снятие напряжения, признание усилия, оно действует так, так что старший тут же говорит, к квартире ты беги первым, говорит моему младшему, а средний, но он вообще джентльмен и лапочка, он говорит, а я вам дверь подержу всем, да? То, что в целом иногда может вылиться в такую вот конкуренцию и рев. Опишите свои чувства, я ненавижу, когда. Так, какой же пример про описание чувств вам хороший привести? Ну, смотрите, например, когда, вот тот вопрос, который Ваня задавал, да, когда вы категорически не согласны с ребенком, считаете, что он не имеет права так капризничать, да, пусть будет с этим жалким бананом, значит, по каким-то причинам, опять же, детишки размазали банан по столу, это очень противно, если честно, это очень противно, и они в довольно хулиганистом настроении, я в довольно ворчливом настроении говорю, ненавижу размазанные бананы, ненавижу, и вот, знаете, это помогает лучше, чем какое-то вот такое воздействие, смотри, этот банан, и опишите чувства другого участника ситуации, это хорошо работает, когда, например, дети взаимодействуют друг с другом, или дети взаимодействуют с животными, мои мальчики, как и все, наверное, дети, очень любят собачек, и как только, ой, ой, вам все видно? любят собачек, значит, и они так играли активно с собакой нашего знакомого, что собака реально уже легла на подзарядку, просто, что называется, она вот легла, лежит уже, не может встать, а они пытаются с ней снова играть, но она, ну, не может, уже собака спать хочет, действительно, и я один там ее погладил по головке, я говорю, ой, ей нравится, когда ты ее гладишь, и вот это вот описание эмоций другого участника ситуации, или там, сестричке нравится, когда ты издаешь такие звуки, мне нравится, когда ты, там, я не знаю, пусть говоришь мне правду, да, вот это закрепляет такую, значит, такие положительные действия. Еще один инструмент, поделитесь информацией, поделитесь информацией, да, это если ребенок нечто делает, что вы бы не хотели, чтоб он делал. Ну, предположим, он играет, подбрасывает, ну, пусть планшет он в воздух подбрасывает и радостно ловит с хохотом. Здесь хороший способ это озвучить физические свойства планшета. Планшет разбивается, если падает на пол, да, вот он нечто запоминает, или шкурки отправляются в мусор, там, шкурки от чего бы то ни было, или пример с елкой. Этот пример я наблюдала, малыш между двумя и тремя годиками впервые пытается наряжать с родителями новогоднюю елку. У него довольно хрупкие игрушки в руках. У него мамочка и папочка. Мамочка не интересуется фабермазлиш, а папа начал ходить на семинары по этому взаимодействию с детьми. Мама видит, что ребенок сейчас может уронить игрушку, она нервно довольно реагирует, ну и, честно говоря, классическим мамским образом, таким традиционным. Осторожнее, не разбей, бери по одному, ну вот, я же говорила, уронишь. Ребенок уже ревет, он уже не хочет этой елки. А папа, довольно спокойно, признав его чувства, вскоре говорит, эти шарики бьются, если падают на пол. И ребенок начинает вести себя по-другому. То есть, да, вот мы делимся информацией о том, как нечто действует. Ой, а почему у меня так пошло? Или, как еще можно делиться информацией? Как исправить нечто содеянное? Расскажу на примере игрушечного хамелеона. Мальчик принес хамелеона с собой, игрушечного. Такой вот, знаете, его можно мять и растягивать. Очень красивый хамелеон, очень похожий. Естественно, другие дети в восторге. Это на занятия. Они играют с ним. Они тянут этого хамелеона. И у хамелеона, красавчика, новенького, только что купленного, отрывается кусочек хвоста. Владелец хамелеона немедленно плачет. Они маленькие, они дошкольники. Он плачет. Мой хамелеон, мой там Тимошка какой-нибудь. Да, да, да. А вот. Я, ой, говорю, жалко, бедный хамелеон. Он, ну, тут, говорю, нужен суперклей. Он начинает меня внимательно слушать. Суперклей. Можно фикс-прайсы купить. Знаешь фикс-прайс? Все дети знают фикс-прайсы. Обожаю вот эти магазины злополучные. Ну, вы тоже, наверное, знаете фикс-прайс, хоть вы и не дети, да? А вот. Да, говорю, операцию надо будет делать. То есть мы подсказываем некий выход. Или мы подсказываем, как действовать с малышом, да? Вот. Малышу нравится помогать старшим. И начинается некое такое позитивное взаимодействие. Пятый инструмент. Пятый инструмент. Это про выбор формы взаимодействия. Понятное дело, что форма – это чрезвычайно важно. Мы имеем дело с людьми. И даже там от тончайших интонаций, от того, повернулся я или не повернулся к человеку, например, в диалоге, очень многое зависит. Кстати, про признание чувств я должна тут сказать, что если, например, ребенок, ну, говорит там, не знаю, ой, это учительница, она такая ужасная, она так меня обижает, а папа признает чувства, не отрываясь, допустим, от планшета, ммм, понимаю, тебе это неприятно. Это не очень сработает. Это может вообще не сработать. То есть должен быть и какой-то такой прям физический разворот и контакт. Ну, вот смотрите, про разные игровые формы, про… Сейчас расскажу примеры. Понятное дело, что сопротивление у детей, да и у взрослых, возникает, когда есть принуждение. Ну, наверное, это и как и физики. Больше давления, больше сопротивления. Поэтому по возможности предлагаем выбор, да. Ну, вот с уроками мне что, как ни странно, всегда помогало, если, там, например, один из племяшек моих бродит и никак не может себя заставить. Ну, я, например, говорю, ну что, ты сейчас сначала математику или русский? Вместо садись делать уроки. Ой, ну сначала русский там мало. Вот как-то в ситуации выбора легче приступить к действиям, чем если есть некое такое внешнее воздействие, да. Но только выбор не должен быть превращен в угрозу. Перестаньте болтать, или я вас тут же рассажу, или я вызову родителей. Это, безусловно, не работающий инструмент. В данном случае лучше сформулировать, например, так. Вы сами справитесь со своей болтовнёй, дотерпите до перемены. Или, например, мне там, какой же был позитивный вариант сделать, или мне вас, предположим, рассадить пока что на разные парты, да, чтобы это не было угрожающе. Безусловно, тут я вот сначала назову приём, и потом примеры расскажу. Игра всегда помогает в превращении скучного занятия в вызов или в игру. Например, используя голос какого-то героя мультяшный, или там какое угодно, да, или некое соревнование. Ну, смотрите, снова то, что я люблю с детишками. Предположим, раскидано энное количество игрушек. Я хочу, чтобы они поскорее эти игрушки собрали. Я говорю голосом Бабы-Яги. Я попробую сидеть. Ну, как я умею голосом Бабы-Яги. Возможно, он несовершенен. Хе-хе-хе. Спорим, вы не уберёте, пока я досчитаю до десяти. Ха-ха-ха. Такие мальчишки. Конечно, вы не уберёте. Они с таким энтузиазмом поедаются это собирать, и я считаю. Раз. Два. Но если я вижу, что они не успевают до десяти, то, естественно, Баба-Яга начинает тупить. Она забывает, какая цифра идёт после три. Да, три, два. Они уже там хохочут. Короче говоря, типа там спорим за 20 секунд, там, не знаю, не наденешь шапку, спорим, не найдёшь некую там перчатку или что-то такое. Да, ну ещё немножко про игру, про форму взаимодействия. Одно время, когда мой сын ещё не умел одеваться, это довольно сложный возрастной период от двух до трёх лет. Вот Валерия здесь присутствует в чате, думаю, что испытывала когда-то подобной ситуации. Надо одеваться. Мой сынок, ну, прям ни в какую. Он там убегает от этого. Ну, зимой эти комбинезоны, шапки, это одежда чудовищная. Один раз, опять же, под влиянием прекрасных Фабера Мазлиш, я, ну, только я ему говорю, давай, сынок, одеваться, идём гулять, он на высокой скорости исчезает, и там какой-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, там, я не буду, я не пойду, я вообще никуда не пойду. А вот я снимаю, значит, беру его комбинезон, зимний кладу на пол, шапочку, возле рук варежки, возле ног сапожки, и кричу ему, эй, кричу, Коль, иди сюда, тут ещё один маленький Коленька лежит на полу. Ну, человечек такой получился из одежды. Он такой, тык-тык-тык-тык, с интересом подбегает, смотрит, ха-ха-ха, ещё один маленький Коленька начинает одеваться. На следующий день, там, или в следующий раз снова одевание. Я опять делаю этого ребёночка, кричу, тут вот ещё один маленький на полу. Короче говоря, нам эту ситуацию помогло преодолеть, одеваться стало нормально. Ещё один пример, и даже, наверное, ещё не один. Приготовила я обед, дети сидят за столом, я уже тоже очень хочу сесть спокойно пообедать, и тут первая из них, а они сейчас цепная реакция, я не хочу, я не буду курицу. И второй сразу, и я не буду курицу. И третий сразу, и я не буду курицу. Ну, как-то вот как бывает с детьми. Ну, да, я думаю, поиграю, в игровой форме это говорю. И я таким постаралась, каким-то, в моём понимании, крутым голосом таким говорю, вы чё, пацаны, вы не хотите есть эту курицу, вы не знаете, что она делала. Им уже смешно, они такие говорят, а что, что она делала? Сейчас мне было записано там, что я знаю, что значит эта курица делала. Я говорю, пацаны, эта курица наводила страх на весь район. Она била маленьких котят, а щенков она просто ненавидела. Они хохочут уже такие, начинают есть эту курицу. Ещё один из ребят у меня спрашивает, а что, Саша, что вы ещё делали? И вот то, что их просто вообще делали. У детей своеобразный юмор, конечно. И так она плевала вслед бабушке. И знаете, у них это вызвало такой восторг, они с большим удовольствием, так сказать, переключились на эту еду. И вот ещё один пример. Значит, средний сидит, рисует, хорошо рисует. Старший и младший носятся по дому с мечами и фехтуют. И хотят вовлечь фехтование среднего. Он довольно раздражённый, он хочет, наверное, уже спать, но он сидит, вот рисует. Он таким, ну, дети умеют таким голосом говорить. Меня не трогать! Я не буду! Меня не бить! Я беру бумажку, пишу на бумажке, меня не бить! И прилепляю скотчем на спину среднему. Он хохочет, остальные хохочут. Старший говорит, я тоже хочу такую бумажку, я ему пишу, меня тоже не бить! Младший и мне, и мне, я ему пишу, меня тем более не бить! Фехтование, и там проблема исчезла. Ещё некоторые примеры хочу вам назвать. Значит, про эти самые игры, про эти самые игры. Так, сейчас надо вспомнить, ведь какой-то... Ну, ладно, этого, пожалуй, достаточно. Значит, выбирая форму взаимодействия, предлагая некий выбор, или говоря, от имени некого игрушечного персонажа, или вот если одевать там маленького ребёночка, то, ай, перчаточка там просится на руки, игрушка просится, ну, там куда-то прийти, куда-то влезть. Короче говоря, поиск такой формы, игровой и ненасильственной, которую ребёнок легко может принять. Что ещё важно? Тут вот есть про ещё один инструмент, который, безусловно, надо иметь в виду, который, без сомнения, так же значим, как и остальные. Это про то, что мы должны отрегулировать свои ожидания и управлять средой, а не ребёнком. Во многих ситуациях особенно это значимо для детей с особенностями развития. Ожидания родителей должны соответствовать возможностям ребёнка, возрастным, и его опыту. И вот если у ребёнка с особенностями развития, у них, как правило, есть нарушения речевые, то пытаться присоединиться, озвучить то, что он сам пытается произнести, но не может, присоединиться к его игре. Вот Ирина Млодик, прекрасный психотерапевт, описывает успешную работу с девочкой с довольно серьёзной степенью аутизма. Работа смогла как-то даже начаться только когда психолог присоединилась буквально к специфическим играм девочки. Там девочка тапочки прятала. И вот психолог присоединилась к этим играм, и тогда получилось взаимодействие. Да, озвучим его слова, используем какие-то альтернативы, рисунки, там жесты, песни, пропевать что-то, да, и говорим, будьте здоровы, какого позитивного результата мы хотели бы добиться. Что тут ещё важно? Ну, я на это уже, конечно, пожалуй, говорила, да, ожидания других людей к ребёнку, да, они могут превратиться в каторгу и для родителей, и для ребёнка. Если, например, я хочу, чтобы мой ребёнок постоянно был вежливый, со всеми здоровался, там, всегда, не знаю, там, всегда всем всё про себя рассказывал, это мучение и для взрослого, и для ребёнка, то есть этого делать не надо, пусть он лучше кому-то покажется невежливым или застенчивым, чем я буду его заставлять любезно отвечать слащавым бабушкам, каким-то незнакомым, или кому угодно, к тому же это небезопасно, да. Есть ещё один инструмент, про который я расскажу, и ещё кое-что покажу. Это инструмент «Совместное решение проблем». Он работает и с маленькими детишками, и со школьниками, с подростками, ну, и без сомнения, со взрослыми. Значит, смотрите, он прям там пять шагов, они очень очевидны, их достаточно часто используют на самом деле, даже вот как-то житейская интуиция на это работает. Мы просим ребёнка высказать его точку зрения на проблему, мы высказываем свою точку зрения, мы устраиваем мозговой штурм, скажем так, записываем все-все-все абсолютно идеи, которые пришли в голову, как решить там некую ситуацию, допустим, в классе или некую проблему во взаимодействии, а потом просматриваем этот список и выбираем то, с чем согласен и взрослый, и ребёнок. Одна-две альтернативы обычно оказываются такими подходящими, и работающими. Ну, например, у одного мальчика были серьёзные проблемы с тем, чтобы купаться, потому что, оказывается, он боялся, что мыло попадёт в глаза, но это очень характерно для маленьких детей. И путём вот такого совместного решения проблем, когда ребёнок предлагал, например, не мыться вообще, носить водолазные какие-то вот там очки, ну, такие детские гипотезы. Мама предлагала, по-моему, там закинуть голову, ещё что-то такое, там сильно промывать глазки, было найдено решение. Вот это вот совместное решение проблем, оно очень хорошо иллюстрирует базовую идею всего этого взаимодействия, которое состоит в том, что главное – это отношение. Если у вас позитивный тон взаимоотношений, то проблема будет решена. Так, вот смотрите. И ещё про альтернативы наказанию. Да, вот ребёнок сделал прямо что-то совсем запрещённое, вопиющее или вызывающее сильный гнев родителей. Какие тут можно предложить инструменты, какими способами воспользоваться вместо наказания, криков, битья, не дай бог, и им подобные вещи. Указать способ правильного поведения, высказать своё неодобрение, не перенося его на ребёнка, да, а я вот это не люблю, например, да, назвать свои ожидания и как можно исправить ситуацию. Предложить выбор или предложить некие последствия. Давайте я расскажу ещё на одном примере. Значит, тогда старший мой племянник, он учился в третьем классе, делал много уроков, сидит, делает уроки, вот так вот он серьёзно делает, средний тоже делает уроки, младшему скучно. И он идёт к старшему. Идёт, подходит к нему, начинает лезть на руки, размахивает перед ним вот так руками, привлекает его внимание, пытается во что-то вовлечь, какую-то игру. Ну, старший, естественно, сердито говорит, отстань! Маленький не перестаёт. Отстань, я делаю уроки! И в этот момент я использую такое, вот так сказать, описание и одновременно озвучиваю желаемое поведение. Говорю младшему, да, тебе повезло, что твой брат так цивилизованно на тебя реагирует. Старший так сразу приободряется, такой говорит. Да, доволен собой, доволен тем, что он цивилизованный человек. Он говорит младшему, маленькому, я когда доделаю уроки, я с тобой поиграю. Маленький пока продолжает, ну, поиграй, поиграй сейчас со мной. Старший его берёт на руки, относит к дивану, сажает на диван и говорит, всё, ты арестован, ты пока в тюрьме. И младший сразу такой, ой, я буду играть в полицейскую, я построю полицейскую машинку. А старший спокойно доделывает уроки, да, то есть, вот, конечно, тут бы ор, наверное, не сработал, да. Так, что, какой вам ещё сейчас примерчик попробую рассказать. Ну, вот, дети ненавидят держаться за руки, многие дети, когда переходят дорогу в опасных местах. Я люблю тут использовать игру, некую такую, некий другой вариант, чем просто крики, угрозы и так далее. Ну, например, могу заговорить тоненьким голосочком, что я, мы летучие мышки, цепляйтесь за меня, тут большие кошки, давайте перелетим. Вот такого рода вещи срабатывают. Иногда я передаю ответственность им, типа, например, смотрите, говорите мне, можем идти, не можем, да, вот, как некие такие альтернативы наказаниям. И вот, смотрите, совокупность этих приёмов, я их ещё, попозже ещё немножко расскажу, и таких вот правил взаимодействия, она может сложиться в два крайних варианта. Безусловно, что, где две крайности, там понятно, что есть и какие-то промежуточные варианты. Ну, вот, глядите, есть неправильно реагирующий на эмоции взрослый человек. Вот он на чёрном фоне белыми буквами изображён. Он считает, что испытывать эмоции или некоторую эмоцию неправильно. Не признаёт их, останавливает, слушать про них не хочет, считает, что причина не важна, не даёт их выразить, да, разными-разными способами. И это довольно привычный, довольно традиционный вариант поведения более такого авторитетного, более высокостатусного человека. А есть правильно реагирующие на эмоции взрослый, который признаёт, что любая эмоция может существовать, может быть выражена, но не все действия могут быть разрешены. Может выдержать эти чувства ребёнка, например, горе его или гнев, да, умеет разделять эти переживания. Он понимает, что эти эмоции значимы, да, и начинает с признания чувств, выражает понимание. И вот я тут подготовила несколько примерчиков, может быть, какой-нибудь сейчас с вами выберем и среагируем, да, когда взрослый и ребёнок оказываются в ситуации, где ребёнок некую, что-то в духе игры, Ленин в мавзолее, где в роли Ленина папа на диване. Да, но это ещё, кстати, не самый плохой вариант, потому что папа хотя бы разрешил быть игре, он не заставил детей там занудно сидеть, да. Ну, например, ребёнок, давайте пусть будет с собакой. Папа гуляет с сыном, навстречу им бежит собака, сын прячется за спину папы. Как отреагирует папа, если он неправильно реагирует на человеческие эмоции, ну, на детские эмоции? Что он скажет своему сыну про его прятание от собаки? Да, что-то в этом роде. Ты что, собаке испугался? И, скорее всего, будет некая оскорбительная оценка, я не буду её озвучивать, да, но вы уже много придумали. Что скажет папа, который умеет выдерживать эмоции ребёнка, понимает, что ситуативная реакция на собаку не говорит о том, насколько смелый вот сын вообще и так далее? С чего он начнёт? Ну, признает эмоции всё-таки, да? Признает. Ты испугался? Никита, я испугался. Ой, а у нас всё пропало. Я что-то нажала, и всё пропало, да? Да, я испугалась. Я вообще этой техники боюсь. Паша, умница. Поэтому вот вы всегда и будете на руководящих позициях. Вот, ну, попробуйте ещё не хочу сейчас тратить время, хочу ещё кое-что показать, да? То есть, смотрите, это будут принципиально разные реакции. И сейчас в завершении занятий я покажу вам несколько прям таких памяток, шагов, как реагировать на разные детские эмоциональные состояния. Не только детские, я здесь говорю, ребёнок, да, но имеются в виду не только дети. Ну, давайте я пока расскажу ещё несколько примеров. Я хочу вам рассказать пример, который меня очень смешит. Вы знаете, что у меня есть сестра, которая тоже психолог, и периодически она рассказывает нечто, то ли она участвовала в конференции, связанной с умственной отсталостью, то ли она как-то иначе рассказывала, и её детишки, мои племянники, услышали от неё про вот эти вот три стадии олигофрении. Дебильность, имбецильность и идиотия. Слово имбецил поразило моего среднего племянника. Поразило почему-то само слово. Вот значит, ему как-то запомнилось. Одновременно с этим старший племянник делал какой-то научный проект по окружающему миру или что-то читал про мушек дрозофил. Да, дрозофилы они называются. Надо сказать, что у младшего племянника имбецил и дрозофила в голове как-то два эти слова спутались. Ну и дальше ситуация. Лето, мы все на даче, жарко, на столе ягоды, начинают летать мухи. Я говорю, дети, на столе ягоды летают мухи. Описываю ситуацию, да. Дети такие, да, да, на столе ягоды летают мухи, никакой реакции, да. Я говорю, дети, мухи, уже летают мухи. И тут подбегает мой средний племянник и совершенно поражённым голосом, спутав вот эти вот два слова, соединив все вместе. Прибегает, значит, средний, средний и младший прибегают. И средний говорит, Саша, это не мухи, это имбециты. Младший поражённо, имбециты. И вот почему-то их эти имбециты гораздо больше впечатлили, чем мух. Я помираю просто от кохота в этот момент. Они укрывают там эти ягоды. Старший племянник охочет, конечно, у него прекрасный словарный запас. Какие имбециты? Это, наверное, с дрозофилами перепутал. И дальше мне это слово очень помогает. Мне достаточно иногда бывает сказать имбециты, чтобы детишки поняли, что надо нечто со стола убрать или накрыть им подобные вещи. Ещё одна ситуация. Я боюсь, что там памятки-то вы сами прочитаете, если у нас не хватит времени. Ситуация про ложь. Дети врут. Из-за этого паниковать не стоит. Это один из показателей когнитивного развития. Все врут без сомнения. Ну, может быть, есть какие-то невероятные люди, которые не врут. В личной жизни, скажем, я их так не встречала. Тем более дети врут во взаимодействии с родителями. Ну и вот опять очередная ситуация с сыночками и племяшками. Я только убралась. Дети там чем-то занимались. Захожу на кухню и вижу, что на свежевым этом полу лежит разбитое яйцо. Я такая, фу, яйцо разбитое, какое противное. Все сразу, это не я, это не я, это не я. Мы прекрасно должны понимать, что там напор в виде немедленно признайся или кто это, это ты, это он, это ты, что здесь произошло, он никогда ни к чему хорошему не приведёт. Дети только научатся искуснее врать, если их вот так вот уличать, так сказать. Я говорю, ясно, значит, у нас завёлся барабашка, который разбил яйцо. Дети заинтригованные такие, Саша, что за барабашка? Говорю, ну, барабашка, полтергейст, это, кажется, называется правильно, разбил, наверное, он это яйцо. Средний племянник сразу говорит, давай я тебе помогу убрать. Я говорю, ой, спасибо, давай. Убрали они даже все вместе. Вот, потом старший говорит, знаешь, честно, это я, я вытаскивал шоколадку из холодильника и уронил яйцо на пол. Я просто сразу не хотела тебе сказать. Да, и вот никаких, не надо никакого там клейма лжеца и так далее, и им подобные вещи. Ну, ещё одна история, значит, вечер, детишки уже такие довольно усталые, хотят чем-то заняться и тянутся к гаджетам. А я, признаться, не хотела бы на тот момент, чтобы они сидели в этих гаджетах. Вот, в это время приходит мой муж с работы и видит ситуацию, говорит детям, эй, дети, идите-ка сюда все, я кое-что придумала. Он сидит за столом, поставил себе ужин на стол, за столом дети подходят. Он говорит, значит, так, я буду есть, а вы меня развлекайте. Они такие, что, что, да ты что? Муж говорит, да, показывайте мне какие-нибудь трюки. Слава богу, они немедленно начинают, ну, какие-то, знаете, дети там очень умеют такого рода вещи показать, и обошлось без гаджетов на тот момент. Я не хочу сказать, что я категорически противник, нет. Но я не считаю, что каждое время скуки и безделия должно быть занято обращением к гаджету. Ну, еще одна ситуация. Любая мамочка, папочка со мной согласится, что, да я думаю, что одевание на прогулку это испытание эмоциональное, значительное. Значит, собираются детишки в разном темпе, собираются. Старший уже оделся, ему скучно и жарко. Он начинает из-под тяжка дразнить среднего. Средний эмоциональный, артистичный, он такой сразу, отстань, отстань, ты мне мешаешь. Старший тоже уже раздраженный такой, а ты давай одевайся быстрее, мне жарко, и мне жарко все начинают, одевайся, ты сам одевайся. Ну, даже это вот невоспроизводимое такое. Ты что не видишь, я, я, это самое, одет, глаза разуй. Ну, в общем, закипает перепалка. Я говорю, тяжело одеваться, да, жарко, фу, душно. Но я лучше это сказала, я действительно с признанием чувств это сказала. Старший такой, да, очень жарко, так надоело. Ну, давай я тебе помогу. Помогает одеться среднему, и они радостно побежали. Да, вот такая вот еще помогающая такая вещь. Ну, и так, давайте, давайте какой-нибудь еще. А, объявление. Объявление. Еще один прекрасный способ, когда мы с детьми, с сотрудниками, ну, пусть будет с детьми, рисуем объявление. Один из моих племяшек никак не мог привыкнуть ставить свою обувь на полку, когда пришел с улицы. Да, вот, ну, никак. Так, я стою возле этой полки, рядом с ним. Он такая, да, как же бы это сделать, как бы это сделать. Он такой, Саш, про что ты думаешь? Я говорю, да вот думаю, какое объявление сделать, чтобы мы все помнили, куда надо ставить свою обувь. Он такой, о, я сам сделаю. Хватает карандаши, хватает бумагу, нарисовал объявление, всем его показывал, начал ставить обувь на полочку. Если не ставит, я подвожу там к объявлению, вот это вот самое, вместо долгой нотации произношу или слово «обувь», или показываю на это объявление. Это и в классе работает, на какой-то там список правил и так далее. Ну и еще один небольшой прием, а потом я просто покажу вам, что и... Да. Нет, это можете написать и вы. Вы можете написать письмо, записку, прочитать его ребенку, если он еще не умеет читать. Записка может быть от имени, даже не вас именно, как мамы, допустим, а от имени принцессы, злодея, там, кого угодно, вируса. А про вирусы еще вспомнила. Один из детишек не любил чистить зубы, очень не любил чистить зубы. Уговоры там, объяснения, демонстрации разных там вирусов и там чего угодно не помогало. И вот однажды так, ну, я не хочу, не хочу, не буду. И я начинаю таким голосом, противным таким. Мы вирусы, грязнючка и вонючка, ты ни за что нас не выгонишь у себя от зубов. Вот прямо очень мне это помогло. Он там всех этих грязнючек начал чистить, да? Еще одна фраза, которую хочу, чтобы вы запомнили. Ее называют фразой, мгновенно останавливающей детскую истерику. Я, она, конечно, не буду так идеализировать. Есть ситуации, когда она истерику не остановит. Вот фраза такая. Это большая проблема, средняя или маленькая. Вот так работает. Все, вот звонок звенит. Я вам только покажу, что у меня тут есть прям такие памятки. Что делать, если ребенок там захвачит эмоциями, да? Если он не слушается, это конкретизация этих приемов. Ой, ну давайте я поскорее, наверное, проскочу, да? Потому что все-таки не все я успела озвучить, но оно у вас будет. Если ребенок агрессивный, это одна из тех ситуаций, когда мы должны озвучить правила и свои эмоции. Я ненавижу, когда кого-то бьют. Драться нельзя, братьев не бьют. Найди цивилизованный способ. Если ребенок врет, прямо алгоритм, это вам понадобится. И в педагогике я уверена. Уборка без скандалов, будьте здоровы. И домашнее задание. А, ваши помощники. Записки ребенку, объявления и правила. Чистоплотная игрушка, призывающая к порядку. Злорадная игрушка. И, ну я не могу это не сказать, тюрьма для игрушек. Я сразу деткам объявила, что кухня – тюрьма для игрушек. Если игрушка попадает на кухню, все, она в тюрьме. Она изымается, она арестована. Равно так же иногда в тюрьму отправляется ребенок, который грубно игнорирует принятые нормы. Все, беру за руку, все, ты у меня в тюрьме. Вот, в общем, какая игрушка попала в тюрьму, та изымается на сутки. Но у ребенка есть прям несколько, полторы минуточки, чтобы исправить ситуацию. Они из тюрьмы ее спасают. Так, домашнее задание. Домашнее задание, смотрите, оно про реагирование на эмоции. Один вариант домашнего задания – это попробовать какой-то из тех инструментов, например, описание или признание чувств, и описать, что у вас из этого получилось, либо не получилось. Еще варианты заданий про эмоции. Вот что для вас эмоционально сложное, какие реакции вам нравятся, не нравятся. Здесь литература. Все, всем спасибо за участие. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Кто экспериментировал с младенцами, когда пришлете мне ваше описание, с меня обратная связь. Ну и до новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.